Всем привет! Сегодня мы поговорим о трех типичных ошибках многих руководителей. Меня зовут Сергей Денисюк, я управляющий партнер рекритинговой компании Эско. Итак, ошибка номер один. Если хочешь взять хорошо, сделай сам. И таким образом руководитель накидывает на себя задачи, делает все, не успевает, срывает дедлайны, им недовольны собственники, человек старается, но ничего не получается. При этом коллектив не загружен, сидит в мессенджерах, ходят, курят по несколько раз в час, обедают по полтора часа. Питер, бери стул и садись. Мы здесь пытаемся выяснить, как расходуют сотрудники рабочее время. Расскажи-ка нам, как проходит твой типичный рабочий день. Ну, обычно я опаздываю как минимум минут на пятнадцать. Прохожу через боковую дверь, чтобы Ламберг меня не видел потом. Примерно час, как бы подремываю. Подремываешь? Это как? Ну, сижу, усталившись в стол. Внешне это выглядит, как будто я работаю. Примерно час после ланча, то же самое. Так что в среднем неделю я действительно работаю минут пятнадцать. Это типичная ошибка у моих руководителей. И в первую очередь это происходит у тех руководителей, которые недавно выросли, были классными исполнителями. У них получалось, и их промотивировали, решили поднять выше позиции. Эти люди чаще всего допускают такую ошибку. Смотрите, первое. Нужно делегировать свои задачи. Делегирование – это по факту передача часть тех задач, которые занимаетесь непосредственно вы. При делегировании люди начинают расти. У них повышается ответственность, у них появляется энтузиазм от того, что к ним приходят более статусные задачи. Таким образом коллектив развивается. И повышается его эффективность, и выполняются ключевые показатели. Это первая ошибка. Вторая ошибка – быть другом. Так называемый рубаха-парень. Руководитель – лучший друг. Сюрприз! Босс пришел! Может, пора изобразить работу? У нас 40 машин, а мы 8 часов валяем здесь дурака. Друзья, на работе никаких друзей. Вы можете с кем-то дружить за территорией компании, но в рабочий процесс служба службой, дружба дружбой. Вы должны понимать, что человек, которым вы дружите, если вы будете его выделять среди остальных, это может быть неумышленно, он рано или поздно станет изгоем в компании, и начнутся какие-то интриги, склоки, различные вещи, которые повлияют на эффективность работы коллектива. Задачи будут не выполнены, и все будут думать, а у него есть любимчик, вот тут пусть он все и делает, или пусть он за все и отвечает. И будут понимать, что если ему ничего не происходит, ну почему существует такая несправедливость. Это ключевая ошибка очень многих людей, поэтому, ребят, нужно разделять корпоративные заботы и ежедневные рабочие задачи. Третья ключевая ошибка моих руководителей, это человек справится. Если стояла задача, человек не сделал ее раз, человек не сделал ее два, человек не сделал ее три, при системном невыполнении тех или иных задач, вероятность в том, что он справится в будущем, стремится к нулю. И есть такое выражение, если лучше сдохло, слезь. То есть, если вы понимаете, что сотрудник не справляется с данным участком работы по какой-то причине, то ли изменились условия работы, то ли изменились какие-то у сотрудника моменты. Но нужно чувствовать, когда нужно уволить человека. Нельзя тянуть человека. Вы создаете проблему и ему, вы его и морально, и физически напрягаете. Так же самое он создает проблему и вам. То есть, нужно помочь человеку принять решение перейти на другое место работы, на другой участок, в другую компанию, куда-нибудь. Но если с данным участком человек не справляется, эту историю нужно прекратить. Потому что кроме проблем в коллективе, в компании, и чем выше ключевая позиция человека, тем хуже результат для компании. И бывает такое, что и топ-менеджер в какой-то момент перестает отставать от развития компании. Так же он был худшим начальником на свете. Но потом я спроектировал здание Национального банка в Спокене, и я стал его начальником. И ему это не нравилось. И что же ты намерен делать? Ну, поскольку это все было очень неловко, так как он когда-то был моим начальником, я пошел к вышестоящему начальству. Уволь его! Ну, сыр, я подумал, может быть, просто перевести его на другой проект? Уволь его! Послушайте, Каманд, мне совсем непросто это говорить, поэтому давайте мы пройдем лучше к вам в кабинет. С днем рождения тебя! Ох, ты меня подколол! Ты меня так подколол, а? С днем рождения, дорогой Хэммонт! С днем рождения тебя! Значит, ты его не уволил? Я не могу уволить парня в его день рождения! Меня все возненавидят! Поэтому всегда нужно чувствовать, когда нужно расстаться с чеком. И, ребят, всегда нужно чувствовать, когда самому надо уйти. Если ты чувствуешь, что ваши пути с компанией расходятся, ну, нужно принимать меры, искать новую работу. Это такие ключевые три ошибки, которые допускают многие руководители. Я желаю вам их распознать, если вы допускаете их. Я желаю вам эффективных коллективов, классных руководителей с точки зрения работы, эффективности. Желаю всем успехов! Пишите в комментариях, какие бы вы хотели бы, чтобы я раскрыл еще вопросы. Обращайтесь к нам за карьерными консультациями. Желаю всем успехов и классной работы! Пока-пока!